Добрый день, как-то так в последнее время получается, что многие блоги или посты в блоге, они получаются на какие-то грустные темы, но что можно сделать? Такая вот реальность, и это требует объяснения. О чем сегодняшний пост? Примерно две недели назад в нашем городе умер молодой Абрах. Он был всего 32 года, и вызывали Яков Кухав. Слово Кухав переводится с еврита как «звезда». Этот парень действительно был звездой. То есть среди всех изучающих Тору в нашем городе, в принципе, основное население – это Абрахим, то есть те люди, которые посвятили изучению Торы весь свой рабочий день. Так вот, он был одним из тех, кто просто поражал глубиной, широтой эрудиции своих знаний. Буквально совершенно было что-то невероятное. То есть он занимался днями и ночами, и поражал для своего достаточно юного, молодого возраста. Всё, в 32 года он ушёл, а до этого, так сказать, он был, понятно, моложе этого, и он знал что-то Тору глубоко, и его эрудиции в Торе просто всех поражал. Более того, он родился в нерелигиозной семье, я не знаю, нерелигиозной или не сильно религиозной, и с трёх лет буквально он вокруг себя собирал деток в садике, рассказывал им какие-то истории про праведника, которые он то ли слышал, то ли читал. Не знаю, как это происходило, но это то, что написано, вот здесь у меня есть АЛОН, да, то есть как бы такой, не знаю, брошюрка или такая газета, или что это, как называется это. По его поводу, которые выпустили, собирают средства на то, чтобы поддержать его вдову и сирот. Семеро детей остались, младший ребёнок родился в день его смерти, буквально там в 22-30 умер Яков, а в 8-30, как написано, здесь родила его жена, приехала на похороны мужа на скорой помощи, как бы она не могла сама ещё прийти, то есть как бы он обещал ей, что он будет с ней на родах, и поскольку он уже умер, то его привезли в эту больницу, где она рожала, привезли из той больницы, в которой он умер, привезли его тело, и чтобы он находился рядом с ней. В общем, история трагическая, и не было ни одного человека, кто остался с сухими глазами, как говорят на иврите, на этих похоронах, и весь город буквально, так сказать, как бы оплакивает этот цветок, эту красивую розу, которую собрал Всевышний в своём саду. Ну что, к чему я говорю? Мы видим, что он с трёх лет был какой-то совершенно невероятной душой, так сказать, он стремился к Всевышнему буквально с трёх лет, да, и в пять лет он уже самостоятельно пытался учить гемору, пытался открывать гемору, учить её, и всю жизнь проучился. Про это говорят, что это как бы нащама гуа, высокая душа спустилась в этот мир, сделать какое-то исправление, которое она должна была пройти для того, чтобы там, в высших мирах, иметь особый статус, особое положение перед Всевышним. То есть, ей нужно было сделать какое-то исправление, и вот поэтому эта высокая душа, она пробивается через рамки этого материального тела, и как бы всё, что её интересует, это вот её исправление, её роль в этом мире, и больше ничего. Но у меня на самом деле возник такой вопрос, а вот как бы, окей, Яков сделал то, что он должен был сделать, и мы принимаем суд Всевышнего, так сказать, что Всевышний, он Даян Аймед, справедливый судья, мы не знаем, так сказать, все его расчёты, не знаем, почему он забрал этот прекрасный цветок из этого сада, может быть, для того, чтобы он был копора искуплением для всего поколения, такой человек, которого никто не знал, по большому счёту, и он стал, был скрытым как бы праведником, и Всевышний забрал, не знаем. И написано у нас в Талмуде, что смерть праведника, она искупляет очень многое, и более того, так сказать, даже больше, чем как бы весь мир мог бы подвергаться качеству суда, таким образом мир получает искупление. Как это работает? Меня постоянно задают вопросы, как это работает. Если бы я сам понимал, как это работает, я, может быть, вам бы объяснил. Может быть, если мне откроется какая-то информация, я её донесу до тех, кто смотрит наш блог, и для тех, кто слушает мои какие-то уроки. Но у меня возник вопрос, вот здесь как бы ради этого я, собственно говоря, говорю этот микроурок. Возник вопрос, а что это для нас? Чему Всевышний хочет нас научить? Я вам сейчас объясню, что я имею в виду. Ну, понятно, что Яков, он был человек, который стремился к Торе всеми фибрами своей души. Но мы не такие. А что Всевышний хочет нас научить? К чему? К чему вот эта история? Почему так об этом слышат все, сейчас все об этом говорили? Что это? Я подумал вот так. Не знаю, может быть, я прав. Я говорил с несколькими людьми, они сказали, что это интересная мысль. Интересная история. Поэтому я хочу донести её для тех, кто смотрит блог тоже. Что мы видим? Высокая душа, когда она прорывается через заслонки нашего тела, через телесные рамки, она ищет очень сильно связи со Всевышним. Мы должны понимать, что наши души точно так же хотят связи со Всевышним. То есть мы этого не чувствуем, потому что наша материальность, она более грубая. Через неё наша душа меньше прорывается. Но как говорят наши мудрецы, что душа, она, мина илёй, она из высших. И ей интересно то, что интересует высших. То есть тура, заповеди, делать добро. И Всевышний нам это показывает, чтобы мы понимали, что если раскрыть всю ту шелуху, всю ту чешу, как бы, все те одежды, которые одеты на нашу душу, то на самом деле мы будем стремиться к Торе точно так же. И поэтому, когда мы воюем, так сказать, с нашим Ецером, с нашим дурным началом, с нашими страстями, с нашим нежеланием, нужно знать, что это не наше настоящее желание, это наше испытание. И поэтому в войне со своим нежеланием соблюдать Тору, со своим нежеланием выполнять заповедь, со своим нежеланием изучать Тору, мы должны понимать, что на самом деле наша душа, она стремится точно так же, как вот этого парня. С трех лет она стремилась, и ее ничто не могло остановить. Наша душа, по большому счету, если убрать заслонки этого мира, она будет стремиться точно так же. И поэтому мы должны в этой войне с нашим дурным началом стараться победить и стараться довести нас до состояния по максимуму, чтобы мы выполнили то, что хочет от нас Всевышний. Что наше реальное и настоящее желание, оно как бы просто скрыто от нас, от самих себе. Это то, что я хотел сказать. И как бы одно к одному сегодня были похороны Рафхайма Гольберга, человека, который делал очень много добра для всего еврейского народа, в частности для выходцев из бывшего Советского Союза, которые приехали здесь в Израиль. И он был тоже человеком, который умер в 67, правда, лет, тоже 5 лет очень сильно страдал, сделал очень много добра. И одна из вещей, которые видели у него, что он тоже делал добро, несмотря на то, что сам уже страдал, самому было ему очень больно. И Ромбинсон мне сказал, вот посмотри, говорит, несмотря на то, что обычно люди замыкаются на своей боли, когда начинают страдать, посмотри, как он мог делать добро, несмотря на то, что самому ему было уже больно. Он сильно очень страдал. То есть, это как бы такое сильное очень качество, которое показывает у него, насколько его душа стремилась к добру, насколько он старался, так сказать, как бы вырваться из рамок даже больного уже тела. То есть, это как бы вот такая идея, что если посмотреть, то наша душа хочет только близости со Всевышним. Это на самом деле то, что самое ценное для нее. И поэтому, если убрать рамки тела, туда она будет стремиться. Большое спасибо, до свидания. Пусть только мы встречаемся по радостным поводам. Редактор субтитров А.Семкин